От Матфея святое благовествование И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святый град и явились многим. Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы рассматриваем трудные места и священного писания, и сегодня у нас не то чтобы трудный, а очень интересный и таинственный такой вопрос. Звучит он буквально так. В момент смерти Спасителя, дальше цитируется Евангелист Матфей, гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим. Казалось бы, это было великим чудом. Почему же об этом говорит только Матфей, да и то мельком? Кто вообще были эти люди? Почему они воскресли? Ну, прежде всего, давайте вспомним общий контекст. Это у нас Евангелие от Матфея, 27 глава, где описывается страдание Спасителя, и вот описывается его уже крестная смерть, самый такой трагичный момент. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу. Тоже происходит вот это первое знамение, что завеса в храме Соломоном, которая отделяла святилище от святой и святых, она раздирается надвое. Это символизирует, что уже средостение между землей и небом устраняется. Теперь открывается доступ к небу через крестную смерть Спасителя. Но написано об этом очень и очень кратко, тоже мельком написано, совсем чуть-чуть. Что вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Потом тоже очень кратко говорится, и земля потряслась, и камни расселись. То есть происходит такое крупное землетрясение. Но ведь Матфей, это же не автор какого-то романа приключенческого, или, я не знаю, каких-то таких фантастических или криминальных таких вот детективных каких-то хроник, что он будет подробно это все расписывать. Он просто излагает это как некие вот факты. Но суть-то не в этом. Ведь суть Евангелия в крестной смерти и воскресении самого Христа. А поэтому и главное это повествование, и посвящено смерти Господа крестной, и его воскресению. Вот что самое главное. А все остальное это дополнительные, как некие такие вот небольшие знамени. И действительно, там сказано, что вот камни расселись, да, в этих пещерах, соответственно, гробницы тоже раскрылись. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресению его, вошли во Святой Град и явились многим. О чем мы тут читаем? О том, что именно в момент крестной смерти Спасителя воскресают некоторые святые. И это говорит о том, что смерть Господа, она дает жизнь другим. Ведь Спаситель, когда на кресте пострадал и умер, то он душой нисходит во ад. И вот там из ада он освобождает всех, кто его ожидал. А ветхозаветные праведники тоже до крестной смерти Спасителя находились в аду. И когда они были освобождены, то некоторым из них было дано на небольшое время воскреснуть и явиться на земле. Это вот такое знамение, а всякое знамение, оно дается очень и очень ненадолго. Вот из истории тоже церковной можно вспомнить чудо про семь отроков эфесских, которые в середине третьего века при императоре Декии, они были замурованы в пещере. И, как говорят, что они уснули, да, и почти 200 лет они там находились. Есть как бы некий вот сон, а может быть это и было тоже смерть. Но суть в том, что уже в начале пятого века, когда при императоре Феодосии их открыли, то они воскресли или пробудились, да, и это послужило таким вот свидетельством о том, что есть действительно воскресение. Для Господа нетрудно воскресить мертвых. Но сами это семь отроков, они после этого прожили всего лишь несколько дней, потому что такое вот ошеломляющее чудо, оно не может очень долго длиться, иначе люди будут, ну, подавлены вот этим чудом. А где же наш добровольный выбор тогда, да? Мы не можем руководствоваться только чудесами, поскольку мы все изгнанники из рая, то мы должны спасаться не чудесами, а скорбями, которые нам не спосылаются. Поэтому всякое знамение, оно дается на очень небольшое время. И вот эти вот некоторые святые в момент смерти, именно крестной смерти спасителя, они воскресают, повторяю, потому что крестная смерть, она является смертью искупительной и животворной. И она побеждает нашу смерть и дает жизнь. Поэтому как только из ада освобождается душа людей, то некоторые из них воскресают. Кто именно? Возникает вопрос. Вот, к сожалению, мы не встречаем в Евангелии об этом четких упоминаний, и в древности про это тоже не так-то много писали, потому что самое главное, что воскрес Христос, Сын Божий, через которого мы приобщаемся небесному царству, да, и таинство, которое он нам дал, это таинство животворящее, спасительное. Вот что главное. Но кое-какие сведения все-таки поступают. Конечно, мы могли бы предполагать, что должны были бы воскреснуть вот такие знаменитые и важные ветхозаветные праведники святые, как, скажем, Авраам, который отец всех верующих, да, и которому было обетовано, что произойдет из него вот этот вот народ, который будет хранить веру, и потом эту веру вплоть до Мессии, до Сына Божия, или царь Давид, из рода которого и рождается Христос, Сын Божий, рождается по человечеству из рода Давидова. Или, может быть, такие праведники, как вот Иов, который своими страданиями в Ветхом Завете уже прообразовывал невинные страдания Христа, или те пророки, которые предвещали приход Господа, как Исайя, Иеремия, Иезекииль, Даниил пророк. Но дело в том, что вот если бы они воскресли и явились в Иерусалиме, то кто бы их узнал? Они жили много веков назад, портретов никаких не сохранилось, и кто бы поверил их собственному слову, да, то есть, если бы они говорили, что я там Авраам, или я там пророк Исайя, кто бы этому поверил? И вряд ли именно они были посланы. А скорее всего, те святые, которых могли помнить еще при жизни Господа и при его крестных страданиях. То есть прошло, скажем, 33,5 года. А кто это был? А это, скажем, Симеон Богоприимец, который жил очень долго, да, и потом вот он дождался Спасителя, ныне отпущаешь и меня, да, рабатого владыка по глаголу там и с миром, и он отходит в иной мир, и вот по одному из древних преданий именно он воскрес, а также два его сына, так про это говорилось, также Анна пророчица. Ну, есть еще такие тоже сказания, что это могли быть родители Иоанна Крестителя, священник Захария, и супруга его, святая Елисавета. Вот, то есть именно те, кого могли еще помнить в лицо. И они воскресают, но в город Иерусалим являются уже после воскресения Христова. Вот когда Христос уже воскрес, являет себя женом Мироносецом, потом апостолом, потом даже более чем 500 братьям, как пишет апостол Павел, более чем 500 братьям являет себя Христос, то в это же время в Иерусалиме являются и вот эти вот воскресшие святые, которые свидетельствуют о воскресшем Христе, то есть их миссия своим воскресением подтвердить уникальность воскресения Христова, ибо Христос есть начаток всех умерших, и он начало вечной жизни, и поэтому через него-то мы воскресаем к вечности. Являются, видимо, ненадолго, а подробно об этом не повествуют, потому что в то время не было ни видеофиксации, ни подробных таких письменных отчетов, да и, собственно, бумага, как сейчас у нас, такого тоже не было, и сохранялось только в памяти каких-то людей, и потом уже евангелист Матфея, который именно писал для иудеев, прежде всего для представителей богоизбранного народа, он и делает акцент на этом, единственный из евангелистов. То есть Марк и Лука, они не были в числе 12, и у них были другие задачи, то есть Марк для римлян, Лука, он для тех, кто больше с такой вот ученостью относился к вопросу историческим, к явлению Христа, и он уже старается писать то, о чем не писали три предыдущих евангелиста. Поэтому есть то, о чем пишет только один из четырех евангелистов, и вот упоминает в том числе евангелист Матфей об этом кратковременном знамени, потому что, повторяем, всякое знамение длится недолго, оно дается как некое свидетельство, то есть такие чудеса, они не являются нам пошаговой инструкцией, и неправильно, что если бы такой воскресший святой, вот он остался рядом с нами и говорил, вот здесь вот поступай, здесь вот так вот не поступай, тогда где же наш добровольный выбор, где же наша внутренняя борьба со своими грехами, где же наше становление на пути ко Христу, чтобы мы преодолевали свои сомнения, укреплялись в вере, преодолевали соблазны, и вроде бы непробиваемая стена вот этих искушений, отчужденности со стороны других людей, но через молитву и веру такой христианин, он сам возрастает до уровня святого, вот в чем дело, а если бы жил воскресший святой, то он бы так и остался таким маленьким ребенком, которого все время этот святой ведет за руку, а где же твое собственное становление, поэтому подобные великие знамени, я вам скажу так, что и сейчас бывают воскрешения мертвых, ну, самое элементарное, это когда вот ненадолго человек умирает, и потом, побывав вот недолго на том свете, он его возвращает все-таки, хотя клиническая смерть, это фиксация реальной смерти такого человека, и он возвращается, и сейчас такое бывает, что даются некие свидетельства, но это бывает очень и очень редко. А что же потом? Что же потом с этими воскресшими святыми? А потом они покидают мир грешных людей и переходят туда, где есть царство святых, небесное царство, остается в тайне, то ли они умерли опять, то ли что-то другое, и было, конечно, такое представление у некоторых святых подвижников, и вот у святителей, святитель Иннокентий Херсонский, он, анализируя древние сведения, он говорит, что, возможно, вот эти воскресшие святые праведники, они воскресли тоже уже в таком преображенном теле, не как, скажем, дочь Иаира, или сын Наинской вдовы, или тот же Лазарь Четверодневный, которые воскресли еще до крестной смерти Спасителя, до искупления грехов всего человечества, и они воскресли в таком же вот теле, непреображенном, как и у каждого из нас, в таком же земном теле. А может быть, вот эти вот цветы, которые воскресли по крестной смерти Господа, они воскресли уже в одухотворенном, преображенном теле по подобию обновленного тела Христа. И в таком случае они тоже становятся уже одними из первых небожителей, как бы предвосхищая будущую участь всех людей, которые воскреснут в будущем, и они просто стали вот невидимы для всех, а потом, когда Спаситель возносился, то вместе с ним и с ангелами, потому что мы знаем, что вознесшегося Господа сопровождали ангелы, и эти святые тоже вознеслись на небо, а после этого к ним присоединилась и Божия Матерь, которая в Успении, в своем душой перешла Господа, а потом и телесно воскресла. Но повторю вам, что так высказываются некоторые, в частности, святитель Иннокентий Херсонский, а как на самом деле, до конца мы не знаем, потому что все-таки всех нас ожидает будущее всеобщее воскресенье, и, может быть, эти праведники, выполнив свою миссию и свидетельство, вернулись обратно к месту упокоения и вновь расстались со своим телом, чтобы душой быть с Господом и уже при всеобщем суде вновь воскреснуть. Это тайна, братья и сестры, не надо думать, что Священное Писание должно снять всякие покровы тайны. И эта тайна откроется нам только тогда, когда мы сами разрешимся от своих тел, перейдем в иной мир, и дай Господь нам стать причастниками участи небожителей, то есть вот этих вот святых, которые вместе с воскресшим Господом, и там нам откроются все вот эти тайны, которые сейчас неясны для нашего слабого ума, в чем-то поможет нам Господь. Аминь.